Добрый день! Сегодня я вам расскажу о таком простом, нехитром упражнении, благодаря которому вы можете серьезно улучшить свою игру с лёта. Во всех предыдущих уроках мы рассказывали вам только об ударах с отскокой. Это, к сожалению, все происходит от того, что у нас просто руки не доходят до удара с лёта и до подачи. Удары с отскока – это очень-очень большой материал. И вот сегодня я постараюсь вам рассказать о том, как простым, очень нехитрым упражнением качественно улучшить вашу игру с лёта. Заключается она в том, что когда я вижу, игроки тренируют свою игру с лёта у стенки, они всё это делают вот с такого расстояния или даже дальше. Им кажется, что вот здесь, если они вкладывают много силы в удар, то их игра становится лучше. На самом деле это не так. Пользы вот от такой игры на большом расстоянии от стенки практически нет. Самый сложный момент в игре с лёта – это поймать тот момент, когда мяч касается ваших струн. Перенести весь импульс от ног через запястье в струнную поверхность в момент касания мяча и струнной поверхности. И можете вы это сделать, если вы расстояние между собой и стенкой сократите до минимума. Выглядит игра с лёта примерно так. Я могу сейчас допускать какие-то ошибки, потому что, ну, к сожалению, я уже не действующий спортсмен, и навык у меня уже не тот, но в целом игра с лёта тренируется вот на таком расстоянии. Классные парные игроки, которые играют хорошо с лёта, они могут вот на таком расстоянии написать собственное имя с помощью игры. То есть прописав каждым отскоком черточку в букве своей собственной фамилии. Вот так вы тренируетесь слева, потом вы меняете, и вот с такого же расстояния, чем ближе и чаще, тем больше качество. Это только со стороны выглядит очень просто. Если вы подойдёте к стенке и попробуете играть вот на таком расстоянии, я думаю, что без навыка вы больше двух-трёх ударов не сделаете. Потренировавшись так по 10 минут в день у стены, вы увидите, что ваша игра стала с лёта в разы лучше. Не просто чуть-чуть, а в разы. Вы сможете обрабатывать мяч на любой высоте, на любой скорости. То есть умение играть с лёта переместится уже в очень сконцентрированно, в основание вашей ладони. То, о чём мы, естественно, говорим во всех наших уроках, это касается игры с лёта в не меньшей степени, так же, как и игры с отскока. Вот я надеюсь, что мой совет вам поможет. Не откладывайте в долгий ящик, тем более это очень просто. Потренируйте это и пишите нам на сайт ваши отзывы. Всего доброго. С вами был Андрей Миринов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова